Ганс Христиан Андерсон Снежная королева. История шестая, Лапланка и Финка. Олень остановился у жалкой лачуги. Крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома была одна старуха Лапланка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Северный олень рассказал Лапланке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную. Она оказалась ему гораздо важнее. Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла. Ах вы бедняги, сказала Лапланка, долгий же вам еще предстоит путь. Придется сделать сто с лишним миль, пока доберетесь до Финляндии, где Снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу несколько слов на сушеной треске. Бумаги у меня нет. И вы снесете послание Финке, которая живет в тех местах и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать. Когда Герда согрелась, поела и попила, Лапланка написала несколько слов на сушеной треске. Велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался. Уф, уф, послышалось опять с неба, и оно стало выбрасывать столбы чудесного голубого пламени. Так добежал олень с Гердой до Финляндии и постучался в дымовую трубу Финки. У нее и дверей-то не было. Ну и жара стояла в ее жилье. Сама Финка, низенькая толстая женщина, ходила полуголая. Живо стащила она с Герды платье, рукавицы и сапоги, иначе девочке было бы жарко. Положила оленю на голову кусок льда, а затем принялась читать то, что было написано на сушеной треске. Она прочла все от слова до слова три раза, пока не заучила наизусть. А потом сунула треску в котел. Рыба ведь годилась в пищу, а у Финки ничего даром не пропадало. Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финка мигала своими умными глазами, но не говорила ни слова. Ты такая мудрая женщина, сказал олень. Не изготовишь ли ты для девочки такое питье, которое бы дало ей силу двенадцати богатырей? Тогда бы она одолела снежную королеву. Силу двенадцати богатырей, сказала Финка. Да много ли в этом толку? С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его. Он был весь исписан какими-то удивительными письменами. Финка принялась читать их и читала до того, что под градом покатился с ее лба. Олень опять принялся просить за Герду, а сама Герда смотрела на Финку такими умоляющими, полными слез глазами что-то опять заморгало. Отвела оленя в сторону и, меняя ему на голове, лед шепнула. Кайф в самом деле у снежной королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и не быть. Причиной же всему осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе снежная королева сохранит над ним свою власть. А не можешь ли ты дать Герде что-нибудь такое, что сделает ее сильнее всех? Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди, и звери? Ведь она босая, обошла пол света. Не у нас занимать ей силу, ее сила в ее сердце. И в том, что она невинный, милый ребенок. Если она сама не сможет проникнуть в чертоги снежной королевы и извлечь из сердца Кайя осколок, то мы и подавно ей не поможем. В двух милях отсюда начинается сад снежной королевы. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, обсыпанного красными ягодами, и не мешкая возвращайся обратно. Ай, я без теплых сапог! Ай, я без рукавиц! – закричала Герда, очутившись на морозе. Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами. Тут он спустил девочку, поцеловал ее в губы, и по щекам его покатились крупные блестящие слезы. Затем он стрелой пустился назад. Бедная девочка осталась одна на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц. Она побежала вперед, что было мочи. Навстречу ей несся целый полк снежных хлопьев, но они не падали с неба. Небо было совсем ясное, и в нем полыхало северное сияние. Нет, они бежали по земле, прямо на Герду, и становились все крупнее и крупнее. Герда вспомнила большие красивые хлопья под увеличительным стеклом, но эти были куда больше, страшнее, и все живые. Это были передовые дозорные войска снежной королевы. Одни напоминали собой больших безобразных ежей, другие — стоглавых змей, третьи — толстых медвежат с ерошенной шерстью. Но все они одинаково сверкали белизной. Все были живыми снежными хлопьями. Однако Герда смело шла все вперед и вперед, и, наконец, добралась до чертогов снежной королевы. Посмотрим же, что было в это время с Каем. Он и не думал о Герде, а уж меньше всего о том, что она так близко от него. Субтитры подогнал «Симон»